Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня зовут Илья. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Слушаю и говорите. Так. Не знаю, с чего. Начать меня зовут Илья. Я живу в Минске. Я знаком с Вячеславом. И мы с ним общаемся. Знаком немножко с Никитой Колесниковым. Мы с ним тоже познакомились и общаемся в интернете. Уже несколько лет слежу за Вами. Читал книги «Для Слова Божия нет. Уз». И другие книги. Читал сайт. Читал разные там ответы на вопросы. И Ваши все труды помогли утвердиться в православной вере. Я видел фотографии. Вы были у отца Наума. Да. Был в Грузии. И сходил в гости к отцу Науму. И он оказался очень гостеприимный. Был у него целый день дома в гостях. И мы с ним долго общались. Он рассказывал о себе. Немножко о Вас. Показал свой новый. У них вот храм новый. Он показал нам храм свой. У него несколько сыновей. Есть дочь. Но дочь у него там уже уехала. Вроде бы в Израиль. А вот с одним сыном с его там познакомились. Он у него иконы пишет. Георгий. Наверное, да. Другие два были у меня в лагере. Я вчера с этим Георгием говорил. Он где-то 40 вопросов задал. Понятно. Ну, я вот долго думал, какие можно Вам задать вопросы. Но, по сути, в принципе, такой огромный запас ответов и вопросов есть на сайте. Что, в принципе, все, что меня интересовало, что бы я мог там Вам задать. В принципе, все я находил там у Вас на сайте или в книгах. Там 4124 вопроса. Да, да. Это жизнь. Было богатое время. Много пришлось преподавать. И люди стали просить это все оставить на бумаге. Ну, конечно, конечно. Я привык все сохранять. Есть записки, которые поступали в писанном виде. На кафедру. Все сохранял. Я тогда тряхнул в мешок-то, а там тысячи записок-то. Ну, некоторые повторные были. Ну, и вот так получилось. А потом надо было теперь как-то разложить. О чем речь идет в каждой-то? А бывает так, что в одном вопросе касаешься несколько вопросов. Получилось 55 папок. И мне заново пришлось все 33 тома перелопатить. Заново. Все. Я думал, после моей смерти кто-то займется. Смерти нету, никто не берется. Я заново начал делать. И трудно было вот так сделать, чтобы папка ткнул в нее. Одни вопросы были, одни вопросы. Легко найти. А когда вопрос нашел, чтобы ткнуть в него, раскрылся весь ответ. Бывает несколько страниц. Очень трудно это было сделать. И нашелся человек, приходил ко мне, Евгений Клейменов. Он в медицинском университете с отличием кончил, с красным дипломом. И он тоже с третьей попытки только получилось все. А потом вот у нас трехтомник вышел. И чтобы гравирую Гюставо Даре 230 раскрасить, тоже много времени ушло. Ходил по галереям, беседовал. Думали так, физически перекрасить их. Сначала откопировать, а потом... А оказалось, есть и в интернетной версии. И вот несколько человек, год примерно ушел, пока раскрасили все. И те тогда уже выпустили. Вот у нас трехтомник, он вышел. Он по восьми параметрам лучше самого хорошего. То есть, если только от нас не будут брать, то нет ничего. Там только 297 комментариев на тему проповедника. Если вы видели этот трехтомник, красный перебор. Волкование Федоровского и Болгарского. Ее видели в библиотеке у Путина. В Москве они, в библиотеке Ленина все 38 книг моих. Исторической библиотеки и в парламентской. Мы посетили 650 городов и сел. Это Бог сделал. Сейчас я смотрю, это невероятно. И каждая остановка, где ночевать, как скрыться. Приехать нежданно, незванно. Я должен в течение десяти минут вызвать доверие к себе и к книгам. Собрать людей, выступить. И в день не менее пяти городов, районных центров. Вот это Бог позволил. 120 тысяч километров прошли. Это у нас три года или четыре ушло. В летний период. И вот так положил Бог на сердце. Сделали подарок этот. Подалили на 35 миллионов рублей. Обошлось нам это. От Владивостока до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия захватили. Это не сделать невозможно. Во-первых, с чем ехать? Должен быть шофер такой. Такая машина много брать. Мы ехали с дарами. Ничего нет. А 38 книг это 31 килограмм. На полке метр сорок. Это полка. Вот. И там еще в интернетной версии. Семь книг у меня не изданы. Уже готовые стоят, ждут. Будут средства издать там. Четыре тома по 800 стороне стихов. Четыре тома. Вот. Каждая строчка занята. Каждое стихотворение 36 строчек. И пошел бы. Это не к двум миллионам подтянуло. Тысяча экземпляров. Это не посильно. И все пока остановилось. В каждой книге 180 страниц. Святых фотографий нашей поездки. Страниц. А на странице обязательно две. Или четыре. Фотографии. Все уже сделано. И пришлось попятиться. Людей не нашли. Кто бы помог издать. Это очень трудное. Тяжелое дело. За 100 книги. А при том вот. Корректор должен быть верующий. Когда я издавал симфонию на неканонические книги. У меня 18 корректоров. И никто не до конца не дотянул. Вообще. Там одни цифры идут. Пришлось самому и заканчивать ее. И могу сказать, что это самая лучшая в мире симфония. Ее можно улучшить только сделать большим форматом. Крупнее. А так не улучшить. В интернетной версии. Она в два, кажется, или там 1,8 раза. Точнее той, которую издают на канонические книги. Вы ее не видели? Видел, видел. Ну вот. У Вячеслава все это есть. Тоже удивительно, как получил он это. То есть парализованный Сергей оставил. И мать сообщила. Виталий как раз тут был. И я сразу сказал ему. И он и не просил ничего. И так получилось, что он обладатель теперь этой. Ну, большой коллекции. Сказатели библиотечки. Да. Ну, и сейчас как бы больше люди читают не книги. И в библиотеке не любят ходить. А все любят находить в интернет библиотеках. Сейчас большинство библиотек загружают все в электронный вид. И в современном мире больше люди как-то любят через специальные книжки такие электронные. Или даже на компьютере читать. Да. Вот наш сайт. Там есть что послушать. Почти 50 книг аудио. В разном. Там какие-то разные варианты есть. Вот в таком формате. В таком. Ну, и делайте. И ставьте. У нас. Игнатий Тихонович. Вы говорите, что вот вы в свое время там ездили в Америке. В Синоде были. А вот там никогда они не обсуждали с вами идею того, чтобы перевести хотя бы некоторые книги, например, для «Слова Божия нет», «Улус» или еще какие-то основные на английский язык. А не было этих книг-то еще? Угу. Да. Их не было. У Кисину православию было только газетные вкладки в университетской газете. Вот это 16 материалов о крещении, о покаянии, о семье. А они были. Были одобрены все. Там самый строгий был лос-анджелесский архиепископ Антоний Сенкевич. Я вместе с ним жил. Он все проверял, смотрел и был очень доволен. И отдельно издали. Меня все время толкать надо. Вот пришли старообрядцы и говорят, а вы не думаете отдельно издать? А что это как? Да газета эта перегибается где, и там буквы не видать. А кто корректор будет? Я даже из Слова, я не знаю. А получилось издавать. Открытым оком когда встал вопрос, она даже книга не названа первой том. Я думал, он единственный будет. А получилось 33 тома. Вот как Господь дает. Из-за того, что я не посягал ни на чего, не планировал, не знал, на меня буквально лавина пошла. Вот проповеди, которые в храме говорю. Четыре проповеди по полчаса каждую неделю. Там больше 1136 проповедей, сохранившихся. И они все вошли в книги. Вот так Бог делает. Я ничего не настаивал. Только да будет воля твоя. В книге написано без пригляда на кого-либо. В пророческом духе. Не всем это нравится. Но я не на один день их писал, а писал с прицелом, что примут и будут заботиться о пастве своей. Это мое переживание. Я не надумывал темы какие. Хотя, когда стихи читал в литературном институте, там Лев Ашанин вел поэт такой. Вот. Как берете? Где же темы-то такие? А тема у меня 3467 стихотворений. Это вообще за 9 лет. То есть больше, чем по одному на день. А на странице 42 строчки. 36 занимает стихотворение и эпиграфы слова. Полностью. А стихотворение как? Вот, допустим, у Пушкина. Один куплет стихотворения, два куплета, три. А это каждые 9 куплетов. То есть 9 из 4, 36. Я сейчас смотрю. Смотрю, и это настолько выше моего уровня. У меня нет гуманитарного образования никакого. Я самоуком все достигал. Мою душу никто не корежил. И вот я... Все это выражено в стихах. Я что вижу и на эту тему. Вот сгорел там лес, роща. Горела роща. И так. Об щелах. Об... О голубях. О корове с лошадью. И вот. Даже что... Рядом только. Окно гляжу. Стол. И обо всем есть... Так что... Это не стихи. Проповеди в стихах. Так и называется каждый том. Проповеди в стихах. И они выставлены на сайте. Их можно... В интернетной версии. И когда считают... Вот этот... Союз поэтов. И там... Как называется... Первый секретарь. Они до того удивились. Вы не издавали. А почему? Они... 80 стихотворений на музыку положено. Исполняет Виктор Савченко. Я никогда не думал об этом. Это Бог делает. Вот я на Затаусе выразил так. Кто ищет славы... Она такое свойство имеет. Она убегает. Кто гонится за ней. А если кто-то от нее убегает, она гонится за ним. Вот я попал по второй вариант. Не искал ничего. Три государственных фильма сняты о нас. Вот просились. Я не хотел. Не отказывался. Все равно уговорили. Первый фильм сняли. Первое место на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. Это чего-то стоит? А второй фильм сняли прямо обо мне. Златоуст из Потеряевки. Он первое место в России взял. Первое место. Вот о Шухшине тут снимали. Потом погиб губернатор Алтайского края. Этот сатирик Евдокимов Михаил Сергеевич. Там что только они там собирали. Средства там делали. И никто не знает. Ну один раз посмотрели. Ну еще. Жил, был. Кремлялся. И здесь документальный. Вот что делаем. Ответ на вопросы. Ну это сегодня так выглядит. А тогда это при советской власти еще было. Как одна директор говорит. Я сидела. А премьера была в ее кинотеатре «Мир». Юдина Зоя Павловна. Она говорит. Я сидела. У меня зубы стучали. Я боялась арестуют меня. Что я предоставила фильм показать. Вот как. Я все просматриваю назад. И я ничего этого не мог создать. И как будто это и не я там был. Просто так приписывают мне это. А моего там и нет ничего. Моя рука шевелилась. Писал. И притом вообразил. Вот пишет стихотворение Пушкин. Даже старик со старухой жили у самого синего моря. Он раз пять переписывает. Лев Толстой. А здесь четыре тома по 800 страниц. И почти все черновики сохранены. И ни одной поправки нету. Ни одной. Я просто пишу чистые листа. Это не бывает. Это невозможно. Чтобы была и рифмовка. И вся история взята. Это нельзя сделать. Никак нельзя. Вот я сейчас выставляю стихот. Здесь на счет рулетки где. И там такие отзывы идут. Ну которые считают. И о царе. И о мучениках. И о деревне. Ну то есть. Ну это же 3467. Это же. А сколько много нет. Это полностью считать. Полностью все произведения Пушкина. Лермонтова. Некрасова. Блока. Так вот больше чем у них. Это за девять лет. Не за всю жизнь. Да. Это абсолютно невозможно. И поэтому они так смотрят. Я говорю это не мое. Бог дал. Я записал. И все. А вы такое думаете. Берете. Ну не считай. На дороге нашел. Я их не все помню. Иногда приезжают. Где-то напечатанное. И начинают меня испытывать. А такое стихотворение слышали. Что-то знакомое. Нет. Они показывают внизу. Газета Радонеж. А там мое фамилия. Имя. Не знаю. Я говорю. Плагиат. Это когда воруют. А это как назвать. Когда я отказываюсь. Я имя даже не знаю. Это его явление. Видишь. Это жизнь. Игнатий Тихонович. А еще я хотел у вас поинтересоваться. А вот вы издали книги. У вас на книге есть интеллектуальные вот эти права? А там внизу написано. Есть. Да. Я ответственный за них. Там знак такой стоит. Да, да, да. Буква такая. Да, да. Как собачка. На всех книгах. Я отвечаю за все. Мои книги многим не нравятся. Это патриархийные. Я знаю четыре центрских отдела. Кемеровская, Новокузнецкая, Тульская, Московская. Исследовать брали. А книги отправлены в Воркину, говорит. Дальше. Одесский монастырь. Киево-Пещерская лавра. Девять лет. Прошло теперь уже больше. Девяти лет. Но могли бы хотя бы слово сказать. Ни слова. Нет. Им. Конечно. Это хорошо, что они считают. Но. Как на них действует. Они бы могли. Он как Головина. Они сожрали его. Растоптали. И все. Владимира. Там ахнули по этому. Ткачеву Андрею. И сразу он изменил тематику. И проще. Здесь на меня они ни разу не вышли. Отдельные какие-то выскочки были. Там вот. Максимов Георгий. Другие. Которые еще не знают. Он там. Щамкает. Я даже никакого внимания не выделяю. Ну. Сказал да и сказал. Говорит. Брать на вороту не виснет. Игнатий Тихонович. Вот. У отца Геннадия Фаста есть духовное чадо. Андрей и Ольга Юрьевич. Да. И про них сняли фильм. Я знаю. Свидетельство о любви. И еще несколько. Вы их смотрели, да? Да. Смотрел. Он. Его дети были. Он у меня был в лагере. Он такой спортивный. У нас нужно было. Лягушатник делали. Нырять каждую доску под водой. Там привязывать. Велосипед ремонтировать. Он все это делал. У него сын Арсений был. Вот. На него пожаловались. Говорит. Маленькие гвоздики. Они выпрямляют. Дети там. Человек десять. У каждого места. Чем я должен их занять-то. Они пришли мне. Дети говорят. Он говорит. Гвозди ест. Глотает гвозди. Я подошел. Ты глотаешь гвозди? Он говорит. Нет. А дети говорит. Мы видели. Брал и глотал. Он чуть не в горсть. Вывалил за щеки гвоздей. Его сын. Мы у него интервью брали даже. Зачем мы приехали в лагерь? Он говорит. Детей воспитывать. Как трудно это все. И вдруг я нашел. Нашел то, что мне по сердцу. Он был здесь. А отец-то Геннадий Фаст. Он в моем доме пришел. Духовное щадо. И поэтому тот. Как Каскуна Максима спросили. Он говорит. Я духовное щадо отца Геннадия. А Геннадий Игнатий. Я внучатка его. Так это внучатка мой. Юрьевич. Да. Я читал отца Геннадия Фаста. И про него читал. Да. Это вот Бог дает так. Чтобы нам вдохновение. Радость общения. И видели плоды. Отец Геннадий у меня был. Когда. Тогда он был. Большой группой. Тут у Баптистов руководил. Преподаватель в Томском университете. Физика. Вот. И. Встретились мы. Это кажется. Тридцатого было. В сентябре. В сентябре. Там все это у нас записано. В каком-то томе у меня. И к утру мы в пол пятого закончили беседу. И он стал православным. Менонит. Немец. Потом крещение принял. Это Бог делает так. И он все это сохранил. В памяти. Вот сколько людей обратился. Бывает такие. Разойдутся пути. А я без него знал. Без меня. Он знал. Знал. Значит. Ты ничего не получил на занятиях. Нет. И он тогда ему как будто Господь обрезает это дело. Возвращается. Чтоб знание было. Стирается. И он остается с тем. О чем говорит. Я знал. То есть. До встречи со мной. А там ничего нет. И он в мир уходит. А отец Геннадий всегда говорит. Что он получил. Какая разница. Он духовно растет. Самый плодовитый всех. Он именно благодать сыскал в этом. В молитве. Да. Он особый человек. Отец Геннадий. Талантливый. Ну. В православии он конечно развиться так как мог бы. Ну. Никогда не будет. Это его со всех сторон зажимают. Там был когда он. Красноярский. Как его там. Антоний звать его. Архиепископ. Он даже к Иркутскому переходил. Я в курсе всех дел. Ну. Самое главное. Что у него много духовных чат. И очень много трудов осталось. Да. Очень много книг он написал. Много выступлений. Лекций. Бесед. Да. И у вас очень много трудов. Ну. Я что. Я не отец Геннадий. Если он. На этой елке. Верхняя звезда. То я где-то там на полу. Под мусором. Я. На самом низу. Асценизатор. У него. И по его знаниям. Полет. Он еще. Теперь доктор богословия. Там. Сколько. Он когда-то. Я говорю. Да где-то я должен кончить. Учить это. Учился там. Сколько. Диссертацию защищал. Когда был. Ну. Там. В Томском университете. Тут семинария. Академия. Дальше. Ну. И все остальное. Я как-то разговаривал. Зои Крахмальниковой. Эта диссидентка была. Освободилась. Она тут отбывала. В Алтайском крае. И в Москве встретились. А там писатели. Там. Кто такие были. И она говорит. Я кабинетный работник. Она кандидат философских наук. И вот. Горькие плоды сладкого плена. Это она. Можете записать. И. Она в интернете. Горькие плоды сладкого плена. Исключительно сильный труд. Я ее деворой называю за это. Горькие плоды сладкого плена. Зоя. Александра Крахмальникова. Зоя Крахмальникова. Обязательно просчитайте. И желательно не один раз. Медленно возвратитесь назад. Я у нее была. Я кабинетный работник. А вы трибун. Вам нужна площадь. Вам нужно возвышение. Когда я перед народом выступаю. Я говорит. Не могу это. Я призывал ее выступить. Я кабинетный работник. Очень сильно труды. И второй еще есть у нее труд. Называется. Слушай. Тюрьма. Это ее же труд. А может еще найдете что там есть. Очень сильный труд. Настолько сильный. Когда я его слышал. Передают там кажется голос Америки. Я услышал и говорю. Это мое. Гляжу нет. Некоторые фразы. Которые я не говорил. Мы не встречались до этого. И получилось. Я ее слушаю. И я признал. Что это мой труд. То есть. Господь через нее. Расширил дальше. Так вот бывает. А у меня жена и говорит. Как же так. Так сходится. Так где она могла взять. Тогда ни книг не было. Ничего. Только пленки. Я на пленке раскрутку дал. Первый в стране насчитал. Архипелаг ГУЛАГ. Это все репрессированных. Интервью брал. И кое-что в книге вошло. 12 том открытым оком. Это. А почему. Зачем брались. Я брался тогда. Когда видел. Что очень небрежный. Какой-то материал сделанный. Вот симфония на неканонические книги. Непрофессионально. Они. Вот как есть. Так и делали. Это не так. Надо. Мне нужно было. Слово. Допустим. Ну. Сказать. Телец. Тельца. Тельцу. Я все падежи в одно слово вгонял. И в глаголы точно так же. Искать очень легко. Я не знаю. Там. То ли на пороге. То ли о пороге. А у них это. Тьма. А тьма. Это в другом месте уже. На угу идет она. Вон как разброс-то какой. А здесь все вместе. Ты только припомни слово. В именительном падеже. И ты его уже найдешь. Симфония далась мне. Очень трудно. Заканчивая сбой. И опять все сначала. Это Господь так сделал. И лучше сделать невозможно. Я так мыслю. Вот. Потому что я знал все предыдущие. До революционные. Все перебрал. Ни одной не нашел симфонии. Сделанной. Ну. Так как надо. И поэтому я взял за образец Вернигородскую. На канонические книги. Все так же. Такой же шрифт. Так же переносы. Полностью ее скопировал. То есть. На канонические. А это на одиннадцать не канонические. Но. Вот. Как они сделали. Здорово. И я все перенял от них. Никогда не боялся сказать. Откуда я беру. И в предисловии это сказал. Не мое. Я взял и перенес на другой участок. Да. Понятно. Скажи завтра Вячеславу что встретились. Он предупреждал. Говорит. Он говорит мне сильно помогает Илья. Он о вас очень хорошо отозвался. Фотографии это вот эти присланы были. Я их себе снял там. Вы дому сидите там что-то с телефоном. Да. Мне. Еще там мы сняли. Но я вот поищу. Я фотографировал баптистерий. Вот в храме в новом отца Наума. Им тоже прислали из патриархии молодого священника. Отец Илья. И тоже отец Наум говорил что у них там как бы. Ну. Отец Илья как бы. Его так научили что это не совсем вообще важно. И так далее. Что он. У них по поводу баптистерии не совсем сходилось понимание. Может быть там. Может он и хотел сделать маленький. Или. Ну. Сложно понять. Вот. Кстати у меня вот такой к вам вопрос. Вода. Вот. Само вещество воды. Какой ее смысл. И действие. И вообще вот что можно сказать о воде. Потому что я часто вот слышу. Что это всего лишь символ. Сама вода. И вещество. Якобы либо вообще не важно. Либо имеет просто второстепенный символический смысл. Ну это кто говорит так. Это те которые не хотят человека катисизировать. Не хотят. Это разбойники. Я называю пираты захватили корабль. И сегодня семинарии академии нужны только для того чтобы оправдать любое безумие. И вот это безумие я слышу. А вот символ это. Где вы нашли это слово символ. Это что иордан символ. В Днепре крестили Россию символ. Что обезумели совершенно. Нет кратного погружения. Он не погребен. Считай Кирилл Иерусалимского. Скрываясь в воде. Ее не исследует воду. Она вода всегда вода. Мы умираем. Выныривая. Выныривая. А сейчас стоит на капельном полу. Выныривая. Мы рождаемся для новой жизни. Какое? Значение. Вода. Аж 2О там. Глупости всякие. Лишь бы не делал. Да значения никого нет. Его сразу запрещать надо. Как богохульника. Рожденный от воды и духа. Здесь ни воды ни духа. А только дерзость и толстое брюхо. Вот вода Евных едет. Он не исследовал воду. Вот вода. Что препятствует креститься? Он говорит, если веруешь. Верую. Евных и Филипп сошли оба в воду. Где? Какое? Что? Смирнов Дмитрий сходил в воду? Кто сходил из них в воду? Ну да. Вода освещается, да. Вода бывает. Внешнее тело. Это не символ. Это Бог так установил. Зачем он на Иордан шел? Он в символе что ли? Он пример дал нам. Зачем Иоанн Креститель крестил всю Иудею? Смотри картина. Явление Христа народа Иванова. Откуда взяли слово символ? Где оно есть? Нету. Господь говорит, от него участие в жизни. Наложу язву, если будете прибавлять. Лишние слова. Динаминации, конфессии. Нет таких слов. Есть слово церковь и ересь. Этими словами перекрыли слово ересь. Надо спрашивать не какой конфессии, а какой ереси ты принадлежишь. Сразу на место человек встал. А почему так? Другого нету? Мы пользуемся категориями священного писания, изреченными Духом Святым. Вот как надо быть. Никогда не уступать им. Нигде. Лучше синодального перевода за мировую историю не было. Самый лучший за всю мировую историю. Вот. Вы слышали от меня эту празу? Переводили четыре духовные академии. Двое уже из перевозчиков канонизировано. Филарет и Глухарев, Макарий, Алтайский. И они не только смотрели, сравнивали, как это по латыни, как это по арабски звучало. Они сравнивали, как эти слова толковали святые отцы. Вообще невероятно. А сегодня по словарю найдет слово. А это слово михва там. Олег Стеняев точно. Какая тебе михва? Погрузить надо с водой. Символ. Обнаглели до беспредела. Спроси. Да. Старобрядцы, которые не покорились безумной этой реформе Никона. За 360 лет ни одного не было мощенного. Ни одного. Хотя они разбились. Поповцы, беспоповцы. Они и беспоповцев там больше, чем 50 названий. Но никто на это не посягал. И приходящих из патриархии всех крестят. Они не крещеные. Ну да, я знаю, что и в Греции, и в ряде, как бы там, наверное, монастырей, или где-то тоже, как бы, не признают вот мочение. И воина Яцинецкий не признавал никогда. Ну, всегда батюшки говорят, что это его личное мнение. Ну, как бы, это Лагумин. Ну, хорошо, не личное мнение, а вот о крещении материал, посчитайте. Феофилакт – это личное мнение. Кирилла Усталимский – личное. Ян Златоус – личное. Личное, тогда все ситуации так и понимали. Вот материал «В истинного православия» у нас, книга, и в ней там это крещение. Все взято. По канонам, 50-й канон. Если не в три погружения, да будет извержен. Они изверженные, безблагодатные, может быть, давно. Патриарх Кирилл держит ребенка вот так вот. Но ребенку года три одеты. Над капельной вот так ладони, там улыбаются, стоят. Это патриарх. Его сразу, говорится, надо на место ставить было. А никто рядом стоящий не знает, не о том думают. А вы как называете безумие? Полное безумие, бесстрашие. А то можно и песком. Я говорю, откуда вы знали? А вот монахи шли с евреем. Ну а что вы дальше-то не говорите? Вот я им показал. Духовный лук. Страница такая, там указываем материал. Они пришли. А епископ Деонисий говорит, не выдумывайте. Идите и крестите на Иордан. Это безумие. Берут и запятой отрывают. Они хитрецы. А может еще сказать, что вот то, что дальше написано, это добавили вдруг. И вообще мне бывает, когда вот, ну, какому-нибудь батюшке вот про лук духовный заходит в беседы, про ситуацию с песком и так далее, то могут сказать, что это же всего лишь как бы патерик, жития. Вы же должны понимать, что это... Ну, хорошо. 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 Духовный лук напечатал. А зачем говорит об этом Блажена Пифейлакт? Пусть объяснят. Толкование. Я просто говорю по порядку. Там епископы, Никифор, Василий Великий, Григорий Ницкий. Ну, все всегда. И никогда вот это мощение не было. А сейчас кропят. Даже мощить не хотят. Ну, часто еще... Игнатий Тихонович часто говорят, что, а в пустыне там же, ну, нет воды. Мало воды. Где нет воды? Опь рядом, опь. Там нет воды. Лгуны. Лживое племя собралось. Воды нету. Сделай. Принеси. Купели нету. У нас условия такие. Почему в этих же условиях ни один баптист не был так мощеный. А в воде. В Днепре. Ни один адвентист. Ни один иеговист святил Иегову. Ни один еретик так не крестит. Это хуже еретиков. Разбойники. Дармоеды. Повторяю, ни один старообрядец, ни один еретик не крестит даже. Чтобы ладошкой воду собирать. Ну, как бы объясняют это тем, что старообрядцы, особенно еретики, они как бы просто буквально берут Библию, как там написано, так и делают. А мы якобы вот смотрим, что главное понимаем смысл, символизм. Да, то есть мы разбойники. Мы учились семинарии, научились все искажать. Писание говорит. Притча Соломона, 30 глава, 5 стих. И 6. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к ним, чтобы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Это лжецы. А ущества засох в озере огненном. Тут не докажешь. Тут даже лучше не спорить. Так можно что угодно. Символ. Ну, давайте вместо вина туда квасу нальем. При счастье. Дальше, то символ всего лишь только. Сок один виноградный, чтобы вина не было. Так можно что угодно трепать языком. Масло мажут. Зачем масло мазать больного? Керосином. Это только символ. Ну, как бы. Батюшки говорят так, что есть каноны, есть святые отцы, а есть еще епископы. В каждой епархии окончательное слово за епископом. Нет, нигде нету. За собором епископ один. А их на соборах было больше полутора тысяч. И сколько канонизированных, как святитель Николай Судотворец. И сегодняшний коммунистический выродок. Епископ он тут. ГБУшник. Иеросикисты. У меня есть стихотворение такое на эту тему. И оно исполняется. И называется так, что скажет Бог, то из реку и я. Да, знаю, знаю. И песни есть. Заученная фраза у Михея. К такому, вроду, не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. И вот заклинило на этих вот словах. Вот так. Не надо даже слушать. Отравители. Разбойники. Ну, тут уже ничего не докажешь. Тут вот часто этот принцип, как вот Иоанна Шаховского, о том, что сектанство в православии и православие в сектанстве. Но дело в том, что часто вот, когда они не принимают друг друга, а особенно представьте, когда ты, например, батюшка или епископ, ну, как ты признаешь, что вот ты, например, не прав. Это очень для них тяжело, очень трудно. Поэтому тут, да, очень сложно. Не надо ни одного слова говорить. Надо делать. Почему не делать-то? Ну, вопрос, почему? Крестить отцу Геннадию Фасту мы искали, где в Томске. Отец Пивоваров Александр мы искали, нашли. Отца Наума я поехал, где Переделкино, в Москве. Храм Филиппа Умерщленного. И там крестили его. Я его восприемник. Найти-то можно было. Им не надо. Они неверующие. А раз неверующие, какая разница? Жратва была бы. Деньги, 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 деньги. Зачем свечи красные, синие, зеленые? Они не восковые. Ну, конечно. Бога, Бога. Если человек понимает, то он может упросить. В принципе, большинство батюшек согласятся. То есть, если сам человек просит. Если просит. Да где-то написано, что просит. Ну, можно на красный свет ехать, если просит. Не положено красный свет. Вот просит. Да нет этого ничего. Врали. У нас вот один стал спрашивать. Виталий Калиников. Парализованного Сергея. Как вы на Игнатия вышли? Он говорит, как? Я в интернете. И кого не послушай, одни брехуны. Брешут и брешут. Одно вранье. Я говорю, вдруг встретился с человеком на меня. Все правду говорит. Ни на кого не смотрит. Ему это во вред мне. Они нападают. А ему все равно. Я возвещаю волю Божию. А они волю дьявола. Это большая разница. Дьявол желает Христа поправить. Дьявол желает исказить таинство. Зачем их искажать? И вот это так. Это символ. Это только то-то. Где эти слова? Там нету. Нет этих слов. Они придумали. Они воюют против Евангелия. Против Духа Святого. Богохульники. Вот я говорю. Вы знаете, что волки? Кто волки? Господь говорит, посылаю вас как овец среди волков. Ну, кто? Иудеи против. Кто? Саддукеи? Фарисеи? Да. Фашисты, коммунисты? Да. Ну, считаем 20 глава, 29 стих. Деяния апостола. Павел собрал пресвятеров. Там были епископы. И говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. Восстанут лютые волки. Лютое это бешеное. Там волки. Фашисты, коммунисты, кагабисты. А это лютые волки. Из вас самих восстанут. Лютые волки. Один раз в Библии об этом говорится. Их то священство. Самые лютые волки. Бешеные. Деньги, 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 деньги. Андрей Курав об этом говорит. Было время, и церковь гонимая была. Оно что презираемое, как сейчас. Тогда такой период просто отсутствует в истории церкви. Она презираемая сегодня. У патриарха там табаком, водкой торговали. Андрей говорит, да, было время. Ну, было. Это отравляли людей, чтобы храмы построить. Потому они никому не нужны. Ну, зарубежные там помогали. На миллионы, миллиарды, может быть. Сегодня считают, сколько у патриарха миллиардов долларов. Ну, ему это надо. Зачем? На каких кадиллаков? Пьяные давят людей насмерть. И защищают их. Ну, это по результатам. Вот об этом Невзоров Александр Глебович говорит. Я не хочу, чтобы вас с колокольни снова вниз головой спускали. Но вы на это идете. Они противные для всех. Вода рядом. Вон в тазике. Стоит человек. Обутый, одетый. Он в тазик головой. Лбом обну тазика стущий. А тазик там 15 сантиметров где-то. Волк. Он надел рясу. Его немедленно надо осудить. К стенке ставить. Держать голодом неделю. И выгнать его с потрохами. Тут надо беспощадно. А то патриарх вожа распустил. Игнатий Тихонович. Вот уже еще один вопрос такой. Немножко уже из другой сферы. Вот я общался с лютеранами с некоторыми. Но они тоже есть лютеране. Одни других не признают там. И вот одни из них утверждают, что у них епископат. Он имеет рукоположение от неких старокатоликов. От старокатолической церкви. И вот они... Я слышал это брехня. Нету ничего. Обман. Обман. Нету. Стали исследовать. Ничего нету. А то... А вот лютер был епископ. Епископ. А кто его рукоположил? Он монах простой был. Простой монах. Нет. Они подразумевают, что якобы вот уже через прошедшее время, вот уже в современность. Они... Некоторые... То есть они там между собой есть разные лютеране. И вот некоторые лютеране поняли, что у них, ну, нет вот этого дара пастырства, не рукоположенные епископы. Якобы вот старокатолическая церковь, старокатолики им рукоположили епископов. Как? В ереси. Они не изменились, рукоположили. Это не действительно. Еретиков не рукополагают, если они не меняют, не приносят покаяния. Этого не было никогда. И приходили, когда на Ватиане, Василий Великий говорит, вот так-то было. А инкротиты приходили, вот так-то было. В ереси там по второй, третьей степени. Это церковное правило. А они не изменились, гомосексуалистами остались и рукополагают. Вот в Швеции женщина, епископ. Главная лесбиянка страны. Рукополагаю ее. Это англикане. Ну да, англикане. Говорят, что у них тоже от римокатолической церкви это есть, но у них, вот я понял вас. Это англикане другое дело. Перед революцией были исследования и пришли, что у них есть епископат. Объединение было прям рядом. Но помешала революция. Так что с англиканами тут другой разговор. Быть очень осторожным. Куда дальше пошли, это другая тема. Я не знаю эту историю. Я слишком много занимался. Мы разговаривали с сектантами, они проехали по Европе, искали где менониты, нигде ничего нет. Оказалось все обман. Это не важно. Главное, где двое или трое собрались, там Христос. А где вы такое просчитали? Ну и написано, нет такого. И там церковь. Такого нет. Не собрались, а собраны. Собраны Духом Святым. А вы сами собрались на троих выпить можно. Еще. И там церковь. И там церковь. Нет там, говорит. Я посреди них. Это когда собрались во имя его, по Евангелию. А вы что? Шпана подзаборная. Надо слова считать правильно. Они искажают их. Конечно. Почему церковь православная, это светильник, это город на вершине горы. Да, много искажений. Но нет ни одного искажения. Я не говорю, что это крещение. Ну просто такое там причастие бывает. Они ответят за это. Стоят. Кто не причащался? Надо причащать там каждую литургию, каждый день вроде. Где они это нашли? Россия приняла от греков четыре раза в году. Каждый пост. Игнатий Тихонович, я вот помню когда-то смотрел одно видео, где Максим Степаненко с вами общался. И он как бы пытался вам доказать вот этот момент. Кто? Что Максим Степаненко. Ага. Я смотрел одно видео, и он как бы с вами не соглашался, и он вам объяснял. И я потом сам искал по поводу вот этого темы. Там так интересно. Есть канун, в котором говорится о том, что если ты три литургии подряд без уважительной причины пропустил, ты отпавший. И насколько я понимаю, надо за это принести покаяние. Вот. Но. Есть еще там как бы такие моменты, там толкование Иоанна Зонара, и других толкователей, и особенно толкование Никодима Милоша. И вот там где-то говорится о том, что якобы в первоапостольской церкви на каждой литургии причащались все верные. Всегда. Каждый раз. И вот из этого там выводится обоснование, что все верные, в принципе, если у них нет каких-то епитемий, ограничений, совесть не осуждает, что им всем надо тоже причащаться. И вот из этого выводится, то есть там толкование Никодима Милоша вот на эти каноны, и выводится, что якобы ты обязан причащаться. Обязан. Обязан. Церковь не обязывает, а наоборот их отлучает на 18 лет. Тут все перевернутое. Церковь отлучает, не допусяет, а не толкает к причастию. Такого нет нигде. Ян Златоун сказал, не частая, не редкая, а готовность. И поэтому иные, говорит, один раз в два года причащаются. Это он говорит как о норме. Один раз в два года. А Мария Магда, это египетская, в 47 лет один раз и святой считается. Зачем они причащаются? Они какие были, такие есть. Многие больные, они мало умирают. Они недостойные. Народ болен, то почему? Часто причащаются. Главное вина. Все, кладбище забили. Вот и весь ответ. Да, в Евангелии нигде. В Евангелии, вот именно если смотреть слова апостолов, слова Господа, то нет того, что как, что нужно, вообще этот момент никак не регламентируется. И получается, что тут важнее, ну, сама вся жизнь. И один может причащаться часто, другой редко. И тут, ну, как бы, действительно нельзя никому говорить, что ты обязан часто, обязан редко. Тут другие моменты. А вот иногда пытаются доказать. Да не надо доказывать. Приняли крещение от Руси, от греков. И четыре раза в году. По-другому не было никогда. Тысячу лет так держатся. И сегодня у старобрядцев они так это и держат. Белокреницкая, Новозыпковская, где есть священство. А вот надо чаще. А для чего? А вот прощение грехов, это нигде не написано, что прощения грехов. Такого нету. Кто не будет есть плоти сына, счастья, не будет иметь в себе жизни. Жизни. А ее никакой нет жизни. Вот мне один пишет, вот мы с товарищем ходили, причащались. А в понедельник тогда мы опять вместе гуляли, пили, блудили. В субботу пошли исповедовались, в воскресенье опять причастились. Они, значит, неделю блудят, а потом причащаются. И поп знает, все. Эпидемии-то нету. А за блуд отучается на 12 лет. За один блуд. Женщина аборт сделала. Второе правило Василия Великой – 10 лет. А они-то рядом-то стоят там. Максим-то назвал их на вторую букву алфавит это. Степаненко-то. Ну и все. Его скинули. Вот у меня есть правило Василия Великого. Это все вранье. Не надо двигаться в сторону. Так крестили Русь. Крестили и причащались четыре раза в году. По-другому не было. Тысячу лет прошло. Тысячелетие крещения Руси отмещали. Четыре раза. По-другому вообще не было нигде. Ни в одной книге ничего нет. Об этом Достоевский пишет. Сегодня, эта неделя, говорит, поста была мы говели. Говели. Говения – это во время поста более усиленные. Называлось говельщики. И тогда причащались. И они что, жизнь получили? Нет. Жизнь дает жизнь. А там жизни-то нет. Мертвое болото. Я называю скотомогильник. Иисус пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшим. Ты как ни крути. Погибшие. А где скотина валяется – это скотомогильник. Это не кладбище. Скотомогильник. И вот священник выйдет. Кто не причащался? Кто не причащался? А она тут познакомилась с нашей сестрой. Готовилась. Оглашение проходило. Она подошла, причащилась. Она говорит, что ты что делала? Ты же еще и не крещеная. Он на меня смотрит. Я подошла, причащилась. Это разбойники. Златоуст говорит, тело мое лучше отдам псам на растерзание, чем недостойно причащающемуся. Я говорю Кашпировскому священнику. Да я сам слушал его и лечился. Лечился. Пять лет отвержения. Пять лет и сам долой. Он даже нужды нету. Говорит свободно об этом. Если в дом его принял на два года, а если сам занимался этим восемнадцать лет. Где опитимья? Так а кто будет ходить? Тебе зачем об этом судить? Кто ходить? Он говорит, прелюбодей, прелюбодей. Посмотри, разные правила. Есть семь лет, есть восемь лет. Вот тут тебе выбор может быть. Семь или восемь. Но не меньше. Бывает, уменьшаются. Когда непрерывные слезы, такое испытание человек. И видно, он весь и страдался. То епископ имеет право на одну треть скостить. Одну треть. То есть, из двенадцати лет одна треть, ну считай, четыре года. А остальное никто не может. Или пост. Во время поста разрешается послабление кому? Роженицам. Зело млад и зело стар. Больной. А что разрешается? Да курочку. Нет. Еле и вино. Больше ничего не разрешается. Дальше-то вранье начинается. Им, больным, разрешается растительное масло. Не в субботу, а в воскресенье только. Но и в другие дни, кроме среды и пятницы. Больным. Даже больным это нельзя. А он стоит, уполномоченный по религиозным культом, и сгорбатился. Я подошел, спрашиваю его, Вы поститесь. Ну вот мне настоятель его дружок, КГБшник, разрешил. Ну кто ж тебе разрешил? Курочку, бульонщик. Великий пост идет. Ну я первую неделю последнюю. А я на то возговорю, ты у царя семь дочерей. Ты пощил первую последнюю, а остальными пренебрег. Царю понравится? Я завтра вам дам. Спасибо. И знаете, Тихонович, очень часто еще вот нужно услышать, что, ну вроде бы это выражение Викентия Левинского, что как бы идеал, к которому должна стремиться церковь, это единство в главном, свобода во второстепенном и любовь во всем. И вот часто говорят, что по поводу постов, внешности, это все второстепенное, и в этом должна быть свобода. Что как бы это же не догма. Ну а кто сказал это? Кто это утвердил? Почему они не берут первая глава, восьмой стих книга Иисуса Новина? Да не отходит книга себе от уст своих, но поучаясь в ней день и ночь, дабы в точности исполнить. В точности, если обрезание, обрезание, если жертву в другом месте, он в другом месте принес жертву Саул, и сразу явился пророк Самуил и говорит, Бог раскаивается, что тебя старем сделал. Все. Это они, мошенники, жулики в лесах. А кто сказал второстепенно? Кто определял, что второстепенно? Крещение-то второстепенное. Обезумели совершенно. Нет, как бы крещение, это относится к догмату, что единое крещение... Да ничего им не надо, они не верующие, не крещеные сами. И поэтому они подгоняют под это. Почему католики бреют бороды? Папа бритый, 83 года бритый. Зачем? Я читал книгу, зачем? Кто его на это научил? У меня есть в этом, к истинном православии, там два, две статьи про католиков. Человек-убийство и ложь Ватикана. Это одна. И вторая, гордость папства. И вот там все это говорится подробно. Так откуда взято? Какое было у них там состояние? Как разврат ищили? И каждый кто? Все указано, какой год, когда были. И она прелюбодейка это ему сказала. Если бороду не сбреешь, не будешь похож на ангела. У ангелов бороды нету. Значит, она тебя не допустит. Значит, красоту мужскую бороду променял на женскую подпупную. Вот как выражено. То, что у женщины ниже пупа растет. И ты променял это все. А ему надо доказать, что ему Бог сказал. Приучил голубя, чтобы в ухо семечки брал. И он сверху слетает голубинок. Я думаю, это делал. Он у меня так подлетает, у меня семечки. Я так говорю, Дух Святой ему сказал, чтобы все сбрили бороды. И все пошло. Я говорю, а Сикстинская Мадонна ваша? Ну да, это в капелле. А папа Сикс почему с бородой? Папа. Ну, и все заглохло. Вы же знаете, вот папа все с бородой. Кто Рафаэль рисовал? Католик? Католик. В самом главном храме у вас Петра и Павла. Ну, это ваша икона. Почему он с бородой? Ну, тогда это время. То есть время. А сейчас борода не растет. Так же растет. Дину изнасиловали. Она была обесчищена. А бороду остригли. Очень обесчищена. То есть, слово вставлено означает хуже изнасилование. А вы, может быть, знаете, был такой римо-католический, ну, достаточно известный тоже автор, патролог Гавриил Бунга. И вот он перешел в православную церковь. Ну, это показывали, как крестился и обидел вот это. Гавриил Бунга. Он тоже вот пишет книги, проповедует. Его приглашают. Он там и в России, и в Украине везде приезжает, выступает. Хорошо. Слава Богу. Почему они его только научат здесь? Страха нет никакого. Вода есть. Учить не учат. Ну, две беседы священники восстали. Почему две? Одной хватит. Двадцать минут. Вот. Да нет двадцати минут. Он стоит, крутится, ребенок плачет. Ну, как? Все. У нас епископа знакомый был. И он говорит, я говорю, знаете, у нас занятия идут, надо заниматься, потом мы будем крестить. Я согласен. Ну, покрестите ребенка. Ну, тогда и ребенка крестить будем. Ну, как же так? Он говорит, Евангелие надо. Он пошел, купил. Подошел и говорит, вот, Евангелие я купил, вы сказали. Ну, хорошо, приходите, знаете. Так я не понял, ты крестить-то будешь или нет? Он говорит, да нет, он как дал матом. Да пошел ты на! И вышел. Вот и все. Он говорит, я говорю, ты да, Турл, кого же я крестить-то хотел? Да пошел ты на! И на три буквы. Под храм, это, под куполом храма осветил его. Кого они крестят-то? Мы решили узнавать, вот, пятьдесят человек выходят. Одного другого. Ни один не знает, зачем крестил. А что там было, лоб помощили? Я говорю, а вы зачем? Ну, что, я мало попу сунула денег, что вы меня допрашиваете? А подруга говорит о БХС. Она директор ресторана. У нее проверка и такая недостащая. И ей сказали, надо покреститься, тогда все это отхлынет. Вот стоим мы в Тобольске. Тобольске известный город. И там служит мой брат, отец Аким. Родной брат по плоти. В это время два парня стоят. Священник зашел взять мира. Я подошел скорее с ними поговорить. Я говорю, а почему крестить? Ну, в армию забирают. Сказали, как-то там облегчение будет. А мы друзья, я ради его пришел. А кто Христос? Ни один не знает. Ну, какой-то астронавт, наверное, откуда-то из космоса кто-то прилетел. Они ничего не знают. Священник вышел, я ему сказал, да вы кого крестите-то? Они не знают даже, что Христос, Бог. А они вообще ничего не знают. Как так? Да я спросил верить, они сказали, верим. Ну, во что они верят-то? Ну, для веры должно быть основание какое-то. Он не считал Евангелие, в руках не держал. В храм не ходят. Блудят. Ну, какая молодежь-то? Вот священник назад зашел и брату говорит, ой, ваш брат-то здесь, он теперь накапает на меня, епископу скажет. В другом месте, в Славгороде. Точно та же история, но крестится женщина. А священник зашел в алтарь. Я в это время раз к ней подошел, приехал в гости туда. Я говорю, вы почему креститесь? Ну, как почему? Ну, и стала говорить, там что-то развод или что-то. И в это время, которая торгует, торговка из храма подбежала. Что вы ей говорите? Я у ней восприемница. Я спрашиваю, что верит она, кто Христос. Она не может сказать, зачем мне Христос, я коммунистка. Она коммунистка. И когда он вышел, я ему говорю, отец Вячеслав, а кого вы крестите-то? Да вы что? И отвечают все одинаково. И он сразу отменил это дело. Ну, не знаю, может быть, потом крестил. Мне ничего нету, обман. Во Фрунзе было так же, дети крещат. Я посчитал 25 человек. Он их покрестил где-то за 10 минут. Как? Побрызгал. Отец Борис Бузмаков. Я подошел к ним, отец Борис. Я хотел... Что, опоздал? Тебя покрестить надо еще? Да нет, я не опоздал. Я смотрел на ваше безумие. Что вы делаете? Единственное, что люди знали, что сказала им женщина там, которая подметает пол. Она им сказала, что они левые, надо правой рукой креститься. И как он стоит, он не знает, как крестное знамение положить. Не знает. А он подошел, веселый батюшка, такое настроение. Он мажет кофточку, восприемница. Он даже не ребенка мажет-то. Я говорю, что это? Я буду сейчас писать архиерею, а тогда был Варфоломей ташкентский. Я когда приехал архиерею, брат приехал сначала там свечи брать, родной брат, другой. Он говорит, это ваш брат написал? Он говорит, да он еще сам написал. Я указал каноны, нарушения. Я его сейчас руку положу. Я приехал туда. Он, правда, мне три храма, выбирай любой, я тебе руку положу. Я говорю, нет. Тут вот какое дело-то. И стал говорить. Вы меня рукополагаете, а я вас слушать не буду. Я буду поступать точно по канонам. Так мне это и надо. Эй, нет. Ваше крещение действительно ложное. Ну и дальше. А он уже поговорил со мной. И знаете, дайте, дал деньги. Вот вы что делаете, проповедуйте. Тут у нас таких людей-то нету. А на священника я любого поставлю. Вот вам деньги, поезжайте домой. Культурно по-хорошему расстались. Притом это везде. Везде. Ну, все равно, как бы вот, там даже сейчас на азбуку.ру есть целая подборка. Там Данил Сусоев тоже ревновал. И как бы очень ревновал по тому, чтобы полностью погружать. Вот я еще смотрел на православие.ру, что в некоторых епархиях даже епископ дал указание там готовиться, чтобы оглашение было там в течение года, чтобы людей полностью там погружением и так далее. То есть, ну, слава Богу, все равно есть отдельные случаи, которые вы описываете, но и есть положительные сдвиги. Это разговор один. Я знаю, кто Ростислав Томский об этом. Мы расстанемся сразу, и священники по-прежнему мощат голову. Фальш. Фальш. Брехуны. Они не могут этого сделать, потому что мы самому надо креститься. Он сказал, он издал указ. В Барнауле у нас Антоний был Масендич. Указ за указом. Принято решение в полном погружении. Даже никто не сдвинулся. И он сразу умирает 41 год. Вот и все. Мы с ним беседовали. Наш епископ приехал, Ептихий Курочкин. Беседуем в епархии. А он поставил, раз дверь открыл, а мы говорим, что? Подслушивает. Недавно на меня покушение было священником. Там убить его хотели. И все. Мы так ужаснулись. Ой, в каком состоянии патриархия? Это банда. И выступение Алексея Второго. Он выступает и говорит, каких бандитов принимали в церковь. Бандитами назвал. Я указываю, какой номер журнала, какая страница. Это не мое определение. Это патриарши. Ну, это патриарх. И больше о чем разговаривать? Патриарх, ну, здесь мну, здесь пну. Еще получилось. Написано, исполняй. И ты исполнитель. Тебе другого не дано. Вот, допустим, суд идет. Я судился за то, что у меня изъяли, чтобы государство заплатило. Я вернулся. Я реабилитирован. Сужусь. Одиннадцать лет шел в суд. Отменяли и все. И, наконец, решение было. Полностью по-другому. И процесс выиграл. Вот два дома, которые мне дали в центре города. Вместо погашения. Они мне должны были одиннадцать миллиардов. Теми деньгами. Вот так. Одиннадцать лет. Непрерывно. И я знаю, как это трудно. И когда выиграл, и тогда надо, мэр города, прокурор края, все поднялись за меня. Руки, ноги, говорит, не вставишь. Что с человеку было? Давайте закончим эту эпопею. Вот и все. А то дело терялось. А тут у нас Шуба. Фамилия его Шуба. Николай был. И у него помощник, кажется, Боголюбов или Богданов. Богданов. Ну, он тоже был в Чечне. Такой смелый парень-то. Я говорю, пришел. Еще изъяли. Нигде документов нет. Как нету? Сказали утерян. Он пошел. Правда дал долго. Потом приходит вот так вот папкой по столу. Вот они документы. Еще утерялись. Прятали. И начали все. Находятся люди, которые помогают. Он вырвал буквально из зубов у них. У меня изъяли беззаконно. Законное мое купленное. 15 магнитофонов. Насчитанное. Я там целые сцены показывал. Ну, на такие произведения религиозного характера. И все переиграли по-другому. Тут надо так. Если ты пошел, не оглядывайся назад. Ненадежен. Кто взялся за плуг, оборачивается назад. Никак. Они разбойники. Они бандиты. Они убивают души людей. Они не крестят, не учат. Люди ничего не знают. Причищаются. Чего, зачем, не знают. А она там вышла. Ой, мне что-то в рот попало. Попало это она. Там, что там. От прослора. Выходит и в урну плюет. Я все собрал в священнику. Вы знаете, что надо делать? Это все сжигать теперь надо. Что вы делаете? Кого вы до причастия-то допускаете? А в алтаре, в самом алтаре гуляют. Антиминс переблеванный. Антиминс. Открыли дверь туда заходить в священниках. Там баба сидит на престоле. С задницей своей кровавой. В алтаре. У хористов там полтора ведра окурков только вытащили. Это церковь. Притон. Господь сказал. Вертеп разбойников. Мой дом. Домом молитвы наречется. А вы его сделали домом торговли. Торговля-то почему идет? Потому что Христос еще сюда не заходил. Если он зайдет, он выбросит все. Вы до конца договариваете. И когда будет так, тогда поймете. Все, ясно и чисто. Я верен перед тобой, Господи. Зачем это? Миква разная. Там Олег Стеняев все собирает. Это омовение было. Омовение овец. Погружай его. Погружай. Да. Зайди, посмотри. Я читал. Отец Олег Стеняев, он как раз и объясняет, что новозавительное крещение, оно связано с Ветхозаветним, в котором обязательно было полное погружение. И оно, вот это ритуальное омовение у иудеев и называлось Микви и так далее. То есть он именно защищает, отец Олег, полное погружение. А потом дальше говорит, ну бывает, что купели нету, тогда можно так, рукой только где-то. Защищает он, защитник. Он не защищает, он разлагает. И он сказал это, а дальше другое. И вот спрашивает, а вот кто такой Игнатий Лапкин? Он приезжал у меня, был здесь. Ну это очень там популярный, продуктивный как-то назвал, полемист, подвижник, аскет. Прошло года два снова спрашивает, кто-то там он, кто Игнатий? О, Раскольник. У них ни постоянства, ничего нету. Самой постоянник не встречался, не считал ничего. И вдруг отзыв был тот, который он знал, а дальше Раскольник. С какой стати? Кто расколол? Это не точка зрения, а кочка разложения. Говорит, толстая шрева не рождает тонкие мысли. Как не стыдно, перед народом выходит, такие ряжки стоят. Говорит, такое шрево. Да тут бы не вышел никуда. И даже нужды никакой нет. Говорит, хохочет, в Индии был, в Чечне был, остановили. Тут такой есть. А другой говорит, этот сидит, это настоящий поп, он сам говорит. А как узнали? Пьяный я сижу там такой, и говорит, морда такая красная. Говорит, смотри, это поп настоящий, пропустите его. Его таким определили в Чечне, и он довольный, хохочет. Срамота одна. Мы были в Чечне, какие-то люди. Если мы молимся, они молятся. Это так, знаете, он у меня был, авантюрист. Вот этот храм, Гравный Покровский собор. Давайте отобьем, мы зарубежная церковь, он же зарубежная был-то. А потом, видите, такое дело, то он сразу туда переметнулся, и добавить их же дал бить. Подлые. Ты же вчера меня уговаривал, чтобы я согласился, чтобы отбить Покровский. Говорит, что, с ума сошли? Как это отбить? Когда люди ходят. То есть у патриарших отобрать храм. А он служил где-то в Каинске. Я их знаю, лично. Вот Андрей Кураев ко мне приезжал сюда, книги все приобрел, подарил ему. Да, да. Так что, ну, Андрей Кураев, знаю, что он в интернете там меня самый знаменитый, самый там такой. Вот. Через него Юрий Соболев меня и нашел. Юрий Соболев там, в Красноярске. Он преподает в духовной... Это в академии, в университете. И ведет курсы при метрополии. И он через него начал искать в интернете, меня нашел. Все книги выписал. Конечно, заплатил. Все. И сейчас очень близкие отношения. Благодаря Андрею. Ну, да. Отец Андрей Кураев, он говорил, что как бы сразу и у него, и у многих людей впечатление какое-то... Вас не понимают. Как-то все сомбурно, слишком непонятно, быстро. Якобы пишете слишком резко. То есть, а говорит, если все-таки усилия применить, то увидите, какие большие пласты святоотеческого как бы наследия церкви, поднимает Игнатий Лапкин. И при этом все... Кураев говорит, что... Ну, я не принимаю многое, якобы, что у вас Евангелие и слова Христа, апостола, они на первом месте. Якобы в этом вы как баптист. И якобы вы соблюдаете вот все там, ну, все вот эти моменты, там, с бородой и так далее, как старообрядец. И вот вы, смесь старообрядцы и баптиста такая взрывная. Вот это отец Андрей Кураев объясняет. Объясняет. Это его мнение личное на тот момент, потому что я смотрел в одном из интервью, отец Андрей Кураев был раздражен, и он сказал, ай, эти все каноны, то есть, ну, как бы у него крайность другая. То есть, может быть, лучше крайность действительно такая, когда смиренно соблюдаешь все строго, и когда именно Евангелие и учение Христа, оно на первом месте. Ну, понятно, что если Библия баптистская, то есть, у православных нет Библии, все ушло. Теперь, если я соблюдаю каноны, и в церкви, что был порядок, старообрядческая, а что у этих бедлам? Вот это все не наше, это не наше. Библию знать, каноны, он и показал, люди-то не поняли, что он сказал-то. А у нас ничего нет. Игнатий ему, говорит, разницы нет, какой там собор, не собор, Библии нет этого. Тем более, наши решения, это, говорит, на кривой кобыле объезжать-то. А мне не все равно. Я думаю, что обо мне епископ скажет, вот его откуда слова. Конечно, я не могу сказать, давайте все принимайте, то другое. Это он десятки оговорок сделал. А зачем? Потому что он связанный. А когда его ударили, это он говорил еще, когда его не гнали. И он сразу другое сделался. Все, то дальше пошел поволок. Они на него и молитвы сотворили, чтобы его там поразил вроде... Ну, ой-ой-ой, я считаю, какие они злобные, эти монахи. Он и сказал им это. Он у меня был здесь. Он говорит, если бы Инатий не говорил то, что это у священца, отношение было бы совсем другое. Ну, понятно дальше. Ему надо себя сохранить. А мне не все равно, что епископ скажет. А ему, говорит, все равно. А раз все равно, значит, я смотрю выше головы. И Бог будет судить по совести, а не потому, что угождал епископу. Зачем? Он говорит, большая часть священства погибает. Серафим Саровский три дня, три ночи молил Бога не о царе. И Бог ответил священников и епископов, не пощажу и не помилую. Ибо вымыслами человеческими заменили истину Божью. Третий том настольной книги священнослужителей, 601 страница. Это не мои слова, Серафимова. Игнатий Тихонович, а вы читали такой труд Григорий Богослов о себе самом и о епископах? Григорий Богослов? Да. Одну отдельно тему не считал. Я искал о нравственности священства, вот, Иеронима Стридонского. Они ее прячут. Это вам не достать, может, такой материал? Я даже в Жордан-Вилле не мог достать, не дали. От него все друзья отшатнулись. Язычники от руки переписывали этот трактат. Он один остался. Но он сказал то, что необходимо было сказать, куда мы свалились. Вот в материале «Гордость, человекоубийство и ложь Ватикана», вот там у меня все сказано, это взято, указано, откуда материалы и прочее. Тут разговаривать не надо, надо делать. Вот этот труд Григория Богослова о себе самом и о епископах, он был на греческом языке, а на русский язык его никогда не переводили. И вот только в нашу современность, уже в 21 веке, один студент Ястребов, ну, там студент в академии или семинарии, захотел перевести. И вроде бы как Иларион Алфеев, он, ну, разрешил и даже предисловие написал. Я если найду, я потом здесь внизу вам сброшу. Вот труд переведенный, ну, как бы как дипломная работа студента Ястребова, Григорий Богослов о себе самом и о епископах. То есть, ну, очень интересно, как он там пишет. Ну, возьмите, вот, допустим, архиепископ Брюссельский Василий, кажется, Кривошейн, и он говорит, Феофан Затворник, он знал греческий язык и переводил Симеона Нового Богослова. И, наконец, остановился, не стал переводить. А почему? Если люди узнают, они поймут, что они неверующие. Симеона Нового Богослова людям нельзя дать. Сразу поймут, что мы совершенно неверующие. Вот какая планка. А я его насчитывал. И скажу, что правильно он сказал. Но прятать не надо, надо дать. Вот два есть у нас таких из всех святых. Это Исаак Сирьянин и Симеон Нового Богослова. Они прямо называют их ангелы во плоти или человек на небе. Ну что, все? Хорошо, Игнатий Тихонович, буду еще там, если что, звонить. Слава Христу. Спасибо Вам. Спасибо Вас Господь. Спаси Христос, мы говорим. Спаси Христос. Во славу Божию. Ну все, тогда отключайтесь. Они сейчас 14 минут пробыли вместе. Ну, на следующей неделе вы смотрите наш YouTube. Вы наши ресурсы все знаете? Да, знаю. Ну, тогда что говорить-то? А на форуме были на нашем? Был. 1600 тем. Это там очень-очень-очень много всего. Ну, до свидания. До свидания. Отключайте давайте. Отключайте давайте. До свидания. До свидания. Спасибо.